Всем привет, это FreeStudio21.com Перед нами упражнение на фразовое выделение Я иду навстречу пожеланиям Ибо многие просят упражнения на фразовое выделение Больше, больше, больше Проблема в том, друзья мои, что найти упражнение на фразовое выделение и инверсию Ну, достаточно сложно Я не то, что скажу, что сложно, но их мало По сравнению с остальными разделами В грамматике считается, что это такой раздел не очень важный Поэтому и упражнений на него поменьше Но, как бы то ни было, я нашла одно такое вроде как ничего Здесь самые разные виды фразового выделения И выделение действия, и выделение через вопросительное слово Is it, и чего-то здесь только нет Все возможные способы попробуем сделать Kim broke the computer It was Kim who broke the computer Все очень просто Значит, выделите, пожалуйста, начиная так, как показано Значит, Kim, в общем, уничтожила компьютер Это была Kim, которая уничтожила или сломала компьютер Далее Hurry up Интересная ситуация Hurry up Поторопись Здесь у нас уникальность ситуации в том, что у нас выделяется не просто какое-то там сказуемое, подлежащее или что-нибудь еще У нас здесь выделяется повелительное наклонение Нам нужно просто усилить нашу фразу И поэтому, дабы ее усилить, мы делаем следующее Мы просто берем, пишем do на первом месте И дальше все повторяем Do hurry up Все просто Так, это у меня are Hurry up Вот и все Этого достаточно Hurry up Сам по себе императив Это уже довольно сильная фраза А с учетом того, что если я do поставлю, это вообще пошевеливайся, да поторапливайся же ты Поторопись в конце концов Далее Why did they close the amusement park? Почему они закрыли луна парк? Значит, у нас вопрос с why И здесь очень интересная ситуация Которую, по-моему, если я не ошибаюсь, я вообще слабо рассматривала в теории Что фразовое выделение может быть с вопросительными словами Но при этом ничего особо в предложении происходить может не происходить, скажем так Я, наверное, сделаю отдельно теорию на эту тему Потому что фразовое выделение в вопросах Это интересная довольно-таки штука Как бы это ни было Что здесь происходит? Здесь у нас было, обратите внимание, вопросительное слово Здесь у нас к вопросительному слову добавляется ever Вот это ever Вот оно На русский язык оно никак не переводится Почему же это закрыли луна парк? Вот так это будет переводиться То есть ever как бы дословно не переводится Но что интересно? Интересно то, что ничего не меняется Why ever did they Так, я, наверное, возьму другой цвет Why ever did they close the amusement park? Короче говоря, все то же самое Did they close the amusement park? Так, мне лень писать amusement park Я его вот так сделаю сюда Значит, когда у нас происходит инверсия в вопросах Прошу прощения, не инверсия, а фразовое выделение В вопросах Значит, emphasis Emphasis In questions Questions Значит, во-первых, если у нас фразовое выделение в вопросах Нам нужно вопросительное слово Мы никуда не денемся без него Значит, судите сами У нас вопросительное слово Здесь может быть what Здесь может быть who Здесь может быть why В общем, любое вопросительное местоимение Какое только есть в природе Теоретически любое Значит, может быть what Who Why When Where И так далее и тому подобное Но обычно эти Далее у нас обязательно будет прибавляться ever Ever Вот такое Ever Обычно ever соединяется с вопросительным местоимением И мы имеем whatever, why ever, whenever и так далее Но, вот как, например, здесь Why и ever разделены Это два отдельных слова Далее А далее у нас будет весь вопрос без изменений Никаких изменений не происходит Плюс Вопрос Вопрос Без изменений То есть Вспомогательный глагол будет стоять Все как обычно Без изменений Ни-ни-ни Вот таким образом Вот такое вот Фразовое выделение в вопросе Далее She needs И поэтому Извиняюсь Еще одно маленькое отступление Поэтому Если мы посмотрим на третье предложение У нас Why ever Вопросительное местоимение Соединенное с ever А дальше у нас Наш вопрос Без изменений Вот теперь Наконец-то уже четвертое She needs a haircut Ей нужно постричься Если дословно Нам предлагают начать с what Это утверждение Поэтому не ведитесь, пожалуйста Здесь хоть и стоит what Но это утверждение Это не вопрос Что нам нужно сделать? Естественно Мы должны обязательно What She Needs Needs Is A haircut Что ей действительно нужно? Так это Стрижка Haircut Вот такая картина По сути Вот такой вот прием С вопросительным словом Для выделения Это почти то же самое Как выделение Любых частей предложения Если допустим What he did What he did Дальше Is Ну и там Не знаю Что Ой, боже мой Что бы такое придумать? Cutting Cutting The trees Что он делал? Так это Пилил деревья Спиливал Точнее Или To cut The trees Или Такой вариант Или такой вариант Что он делал? Так это Спиливал деревья То же самое Практически и здесь Это разновидность Это выделение Действия Или выделение Какого-либо другого Члена предложения Не обязательно действия При помощи Вопросительных слов Едем дальше Значит он пообещал ей написать Email Что мы здесь имеем? Нам предлагают Выделить при помощи Модального глагола Здесь все достаточно просто He did И дальше я просто Переписываю Did promise He did promise To email her Email her Обратите внимание Что здесь Выделение Порядок слов Не меняется Ничего не меняется У нас просто Добавляется Модальный глагол Такой шикарный Вариант Может быть В двух случаях Либо это у вас Present simple Либо past simple Там где Do Does И did Где они прячутся И появляются Только в вопросах И отрицаниях Здесь В утверждении Если вы видите Такое в утверждении То это и есть Фразовое выделение То есть Он действительно Пообещал ей Прислать Email Едем дальше When did you move house? Когда же вы переехали? И здесь у нас По большому счету Так У нас здесь Вариант с вопросительным словом Но без ever Ну хорошо Сделаем без ever Как нам и предлагают Значит Мне для этого Нужно Целое Подчиненное Предложение Нужно сделать When was it? When was it That You That You Moved Здесь у нас Прошедшее время House Вот такая картина Далее What are you cooking? И здесь Whatever Здесь у нас В чистом виде Выделение При помощи Ever Ну хорошо Да будет так Whatever Are you cooking? Are you Cooking? Вот такая Картина Следующее Значит Что ты готовишь? Что же ты там Готовишь такое? I told you To be careful Я тебе сказала Быть осторожным А Значит Здесь у нас Опять Did Поэтому здесь Никаких Особых Сложностей I did Tell you Tell you To be Careful Careful Я же говорила тебе Будь осторожен Далее Jimmy turned the TV on Значит Jimmy включил телевизор Значит Здесь может быть Два варианта даже It was Jamie Who turned the TV on Или It was the TV That Jimmy turned On Так Я думаю Все-таки С Джимми Как-то лучше Я не знаю Может мне кажется Но Я думаю Что с Джимми Мне больше нравится С Джимми It was Jimmy Who Turned Turned The TV On Вот такое Дело Далее Stay a little longer Побудь еще Немного Здесь Останься Еще Ненадолго Здесь у нас Опять До повелительное Наклонение Никаких сложностей До Stay До Stay A little Longer A Little Little Longer Вот такое Вот упражнение Оно легенькое До невозможности Все просто Все понятно Но Возможно У кого-то Возник вопрос Собственно Говоря Почему Допустим Ну я возьму Какое-то Пусть даже Пусть даже Третье предложение Почему Здесь нужно Ставить Обязательно Ever Не могу ли я Сделать фразовое Выделение Еще каким-то Способом Да Конечно Можете Вот давайте Для интереса Попробуем В третьем Предложении Или Мне Третье предложение Оно очень длинное Я хочу Какое-то Покороче Ну ладно Возьмем Третье Возьмем Третье Можно ли здесь Делать фразовое Выделение Другим способом Да Можно Судите Сами Смотрите У нас Было Два Вопроса Здесь В шестом И в седьмом В шестом Мы выделяли При помощи Подчиненного Предложения When was it That you moved Out А в седьмом Выделяли При помощи Ever Из этого Вывод С вопросительным Словом Можно Выделять Двумя Способами Можно При помощи Ever А можно С помощью Подчиненного Предложения Ну вот Вывернем Эту фразу С подчиненным Предложением Why Was It That They Closed Или They Closed Не Closed They Там Прошедшее время Closed Closed The amusement park Можно так сказать Конечно Можно Это дело Вашего Вкуса Здесь просто Автор учебника Оговорил Те варианты Которые он Считает Нужным Но это Совершенно Не обязательно На amusement park Feel free Как говорится Далее She needs a haircut Можно ли здесь Другим способом Каким-то сказать Да Конечно Можно Здесь можно Сказать так It is A haircut A haircut That She needs И это будет Вполне Нормальная фраза Это тоже Фразовое Выделение И Кстати В обоих Случах Мы выделяем Слово Haircut Что в первом Что во втором Далее He promised To email her He did promise To email her Можно сказать What he promised Is to email her Можно так Конечно Можно What he promised Is to email her Или emailing Ну emailing Это совсем не звучит Email Email her Что он пообещал Так это Отправить ей email И так далее И тому подобное Из этого мораль В любом предложении У вас всегда будут варианты Как сделать фразовое выделение Единственное Возможно Где нет свободы для маневра Это в повелительном наклонении Здесь ничего не поделаешь Надо ставить Do И больше ничего Другого выхода у вас нет В остальных случаях Вы можете маневрировать Не нравится вам Whatever Ради бога Вы можете сказать Допустим What Is it That You're cooking Что это ты такое готовишь? Но What is it That you're cooking Согласитесь Длинно С whatever Вроде бы как проще было Но покороче Поэтому люди говорят Whatever Далее I told you to be careful I did tell you to be careful Можно ли было сказать What I told you Is to be careful Или was to be careful Можно конечно What What I told you Was to be careful Пожалуйста У вас всегда будет выбор Поэтому не ограничивайте себя Помните, что фразовое выделение Может делаться Несколькими способами В этом нет ничего странного Выберите себе Ваш любимый способ И делайте его себе на здоровье Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok